МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наидобрейшего вам утра! Не закрывайтесь подушкой от света, просто улыбнитесь и примите тот факт, что пора вставать. В студии утреннего эфира на Первом Приднестровском солнечные посланники Екатерина Орлова. И Денис Кириллов. Мы уже практически одной ногой в отпуске, но не можем уйти, не выдав для вас хороший такой вот добротный информативный эфир, в котором вы узнаете, как приготовить самим низкокалорийные сладости. Все о породе собак, английский бульдог и о приготовлении кваса. Мы примем гостей. Не вздумайте переключаться. Это равносильно тому, как если покинуть спектакль в середине или уйти со стадиона во время футбольного матча. Наше слово дня сегодня – коррелизм. Это инстинктивное явление, при котором человек переспрашивает вопрос, несмотря на то, что он его услышал. Ну а мы два раза не повторяем. Утренний эфир готов разбудить любого. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Если вы еще не раз планировали свой отпуск, мы подскажем одно из привлекательных европейских направлений – это Венгрия. Которая, кстати, является одной из самых древнейших европейских стран. Основана она была в 896 году, раньше Франции и Германии. В ее столице, в Будапеште, ходит самый длинный в мире трамвай, длина которого составляет почти 54 метра. Также Венгрия богата на термальные источники и эту страну даже называют «горячим ключом Европы». Помимо них есть озеро, в котором можно купаться круглый год. Хевис. Зимой температура воды 22-24 положительных градуса. Эта земля подарила миру создателя шариковой ручки Ласло Биро и Эрно Рубика, который изобрел знаменитый кубик имени себя. Мы не просто так вспомнили эту страну. Наш преднестровский танцевальный коллектив «Фристайл» недавно там побывал и помимо магнитиков на холодильник привез еще 6 кубков. Подробнее об этом путешествии вы узнаете из нашего следующего сюжета. Брат и сестра на одной сцене исполняют танцевальный номер под названием «Одни дома». Это история, которая случается порой и в их реальной жизни, когда ребята остаются дома без родителей. Ребячество, ревность и, конечно, дружба. Настоящие чувства и переживания танцоров затронули строгих судей на чемпионате мира, который проходил совсем недавно в Венгрии. В итоге преднестровским танцорам присудили второе место. Много народу, все на тебя смотрят, и вдруг ошибешься, и все будут смеяться. Этого боялись. И еще много конкурентов. И как вы справлялись с волнением? Просто начали танцевать, а дальше само собой пошло. Столичный танцевальный коллектив «Фристайл» известен своими талантливыми воспитанниками не только в республике, но и за рубежом. На чемпионате мира они не впервые, но в этом году привезли рекордное количество грамот и кубков. Четыре первых места, одно второе и одно третье. У нас поехало 13 человек вместе с родителями. У нас была такая чартовая дюжина, как мы называем себя. Деток у нас было 6 человек выступающих. Мы выступали в категориях мини, юсы, юниоры. Чемпионат по современным танцевальным направлениям – огромная площадка для начинающих звезд. Наши танцоры боролись с участниками из 17 стран и показали хороший уровень, отмечают хореографы. Я первый раз была на таком чемпионате мира, и мне там очень понравилось. Там было очень красиво и было очень строго, конечно, все оценивали. В моем случае там надо было хорошо тянуть носки. Чуть-чуть не дотянул, сняли балл, и строго очень было. Валерия и Арина участвуют в чемпионате второй раз. В этом году подготовили фольклорный номер и в стиле диско. Кстати, это направление считается одним из самых сложных, к тому же относится к спортивной дисциплине. Девочки набирают баллы. У них есть книжка танцора, мы состоим в Федерации Молдовы. Мы набираем баллы благодаря чемпионатам Молдовы, куда мы ездим, чемпионатам Украины, всеразличным всевозможным чемпионатам, куда мы ездим в течение года. И самым завершающим этапом является чемпионат мира, где девочки добирают основные баллы, и по результатам за год они получают свои определенные достижения. Кто получил кандидата в мастера спорта, кто мастером спорта стал, ну и так далее. То есть по различным своим юношеским разрядам. Мы танцевали народно-украинский танец «Червонокалина» и заняли первое место. Мы старались и... Играли лицом, были красивые костюмы. Входили в роль хорошо. И благодаря этому, я думаю, мы обыграли. Коллектив «Фристайл» в этом году отметит юбилей 15 лет. Здесь обучаются танцевальному искусству сотни ребят в возрасте от 5 до 20 лет. Уже много лет танцоры занимаются по специально подготовленной 10-летней программе. По окончании каждый выпускник получает удостоверение, которое может воспользоваться в любом профессиональном коллективе и даже преподавать. После небольших каникул танцоры поедут в лагерь «Артек», где покажут не менее интересные номера. Бразильские футболисты уже давно закрепили за собой статус одних из королей этого вида спорта. Их победы на чемпионатах мира мы принимаем как должное. Именно сегодня, 29 июня 1958 года, Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу. Открытием того мундиаля стал 17-летний Пеле, которого позже неоднократно называли королем футбола. Кстати, Бразилия больше всех сборных становилась чемпионами мира. Они пять раз поднимали кубок, превращаясь в национальных героев. Чем еще запомнился сегодняшний день в истории, мы узнаем в нашей следующей рубрике. 162 года назад в Лондоне вышел первый номер газеты «Дейли Телеграф». Она стоила всего один пенс, и благодаря такой политике сразу стала самой покупаемой газетой Британии. Сегодня «Дейли Телеграф» входит в число самых популярных и многотиражных газет Объединенного Королевства, наряду с «The Times», «Guardian» и «Independent». В 1916 году в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Сегодня это крупнейшая в мире компания-производитель гражданских и военных самолетов. Также с 1967 года она выпускает самый массовый пассажирский самолет за всю историю авиастроения – «Боинг-737». В мире каждые пять секунд взлетает и садится один 737-й. Также «Боинг» стал одной из первых аэрокосмических компаний США, открывших свое представительство в России. 29 июня 1964 года был создан пульт дистанционного управления телевизором. Без этого изобретения сейчас очень тяжело представить наш быт, особенно после работы. Первое подобное устройство предлагал еще Никола Тесла в 1893 году. Правда, габариты первого пульта сильно отличались от того, к чему мы сейчас привыкли. Но на то время это был большой шаг вперед. В России сегодня будут впервые отмечать новый профессиональный праздник – День кораблестроителя. Дата была выбрана не случайно. 29 июля 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля «Фрегата Орел». За трехвековую историю строительства кораблей Россия считается одним из лидеров мирового судостроения. Яндекс опубликовал в своем блоге данные исследования гастрономических предпочтений россиян по результатам поисковых запросов пользователей системы. Чаще всего люди ищут рецепты со словом «курица». Таких запросов накопилось 765 тысяч. Далее по популярности расположились картошка, мясо, капуста и творог. Главными блюдами у россиян стали салаты, а самым популярным стал салат «Цезарь с курицей». На завтрак предпочитают овсянку и хлопья. На обед – борщ или котлеты, а на ужин – макароны, капусту и вино. Также в Яндексе выяснили, что майонез популярнее кетчупа, а щи чаще варят в европейской части. В остальных областях предпочитают лагман. Ну а о том, как готовят низкокалорийные сладости в нашей республике, нам расскажет Яна Малус. Доброе утро, дорогие друзья! Мы в гостях у Андрея. Он является автором более 50 рецептов. Кстати, рецепты необычные – это полезные сладости. Почему именно полезные, рассказывайте, Андрей? Десерты для похудения. Для большинства людей, которые находятся на диете, всегда была актуальна проблема, как можно позволить себе кушать различные сладости – печенье, мороженое, при этом удерживать вес, либо еще лучше худеть. Я разработал более 50 рецептов из полезных продуктов, которые люди могут позволить себе кушать на диете, при этом худеть. Все десерты сладкие на основе заменителя сахара. Судя по тому, что у нас желатин на столе – это желе мы будем готовить, да? Один пакетик желатина, 400 мл кипятка и заменитель сахара. Быстрый растворимый желатин необходимо запарить, сверху залить кипятком, отдельно приготовить фруктовую заварку, добавить заменитель сахара, остудить, разрезить по формам или по одноразовым стаканчикам и положить в холодильник на ночь. Имеет ли значение соотношение воды и самого чая? У нас 450, да? Да, нет. Количество воды не больше 350-400 на один пакетик желатина, на заварку сколько хотите. То есть, допустим, 100 мл заварка, 250 на один пакетик желатина. Все замешиваем отдельно, соединяем и разливаем. Дорогие друзья, сладости, которые создает Андрей, они не просто низкокалорийные, но также они очень просты в приготовлении. Например, следующий рецепт, его можно приготовить в микроволновке. Насколько я понимаю. Всего лишь за 5 минут. Рассказывайте. Это рецепт приготовления овсяных крекеров. Для приготовления мне потребуются овсяные отруби, 2 белка яиц и заменитель сахара для вкуса. Давайте покажем, как это. Мы переливаем 2 белка яиц, желтка здесь рецепки нету. Пересыпаем 8 чайных ложек овсяных отрубей. Андрей, хотелось бы, чтобы вы уточнили, какие именно отруби, то есть овсяные, не овсяные. Подходят только овсяные отруби на диете, они очищают организм. В любом супермаркете можно будет найти, обычно вот какие-то немецкие продаются овсяные отруби 500 грамм. Что мы еще добавляем сюда? Заметит сахара. Примерно 2 таблетки, растворенные в маленьком-маленьком количестве воды. Андрей, хотелось бы, чтобы вы рассказали о калорийности этого продукта и в качестве перекуса использовать, или просто как к чаю, я не знаю, как это происходит. Можно будет использовать между прямой пищей в качестве перекуса, или в первой половине дня до обеда, допустим, с чаем где-то, с каким-то фруктом, например, с грейпфрутом, если человек не успевает поесть. Очень удобно взять с собой, можно приготовить сразу себе на несколько дней. Вот, калорийность его рецепта позволяет среднестатистической женщине его съесть за 2 дня, реально, и худеть. То есть нужно готовить так до состояния практически, чтобы они были твердые. Не румяные цвета, да? Да, да, да. Затем необходимо, может, даже немного пригорелые, кому как нравится, это же крекеры. Затем необходимо достать и высушить при комнатной температуре примерно, допустим, полчаса, и можно будет кушать. Ну, возьмите, попробуйте, будет хрустеть, верен, вам понравится. И сладкие, да? Я до последнего не верила, что они вкусные, честно признаюсь. Ну, действительно, сладкие, да. Многие люди, которые сидят на диете, да, для них, наверное, действительно, безусловно, очень сложно не есть сладкое. И особенно вот для любителей шоколада, вы придумываете что-то, какие-то вот в этом плане рецепты? Да, очень много рецептов у меня с шоколадом. Почему я спросила, я вижу какао просто. Да, да, да. Следующий рецепт я бы хотел показать вам, это рецепт шоколадных, шоколадно-белковых слоек. Меня удивляет, извините, что я вас прибываю, меня удивляет, что я вижу здесь капусту. Да, белокочанная капуста для объема. Все любят покушать шоколадную, и чтобы было побольше. Вот для побольше, для объема здесь белокочанная капуста. Для приготовления шоколадно-белковых слоек мне потребуется 150 грамм капусты, 5 яичных белков, 40 грамм овсяных отрубей и 10 граммов какао. Ну, и можно добавить ванилин, замытье сахара по вкусу. Ну, обычно замытье сахара я всегда добавляю. Все-таки, если говорить о калорийности этого продукта, то есть примерно про порцию? Не больше 150 калорий на порцию, а порция – это две слоечки у нас получатся. То есть можно наесться в обычной газовой духовке, 220 градусов, 30 минут, отлично запекаются, хрустящие такие получаются. Конечно же, в такую жару очень хочется холодного, да, многие пьют прохладительные напитки, вроде мохито и так далее. Но что меня удивляет, что есть даже диетическое мороженое. Да. И вы нам откроете сейчас секрет, каким образом его готовить. Вообще количество рецептов с мороженым свыше пяти там я придумал. То есть очень все вкусные. Одно из самых, получается, вкусных, освежающих – это мороженое с ягодами. 100 грамм ягод, 250 грамм творога, вот такие специальные формы у меня есть. Получается вот такое вот мороженое. Ягоды можно использовать на выбор, желательно лесные. Оказывается, худеть – это может быть вкусно и полезно. Поэтому пробуйте такие рецепты и будьте здоровы. Приятного аппетита. Ешьте и худейте. 1 июля стартует первый в истории чемпионат Молдовы по киберфутболу, который будет длиться до 25 декабря. Подробнее об этом нам расскажет сегодняшний гость – представитель киберфутбольного клуба «Тирасполь» Вадим Палас. Доброе утро. Рады вас приветствовать в нашей студии. И расскажите подробнее об этом турнире, о его участниках. В этом году, как вы сказали, будет проводиться первый турнир чемпионата Молдовы по киберфутболу. Будет он проводиться по схеме, схожей с настоящим чемпионатом Молдовы. Проводиться будет он с 1 июля до середины декабря. Это будет первый этап данного соревнования. Он предполагает онлайн-турниры. То есть по одной игре каждую неделю в два круга. По результатам вот этого первого этапа соревнований будет отобрано 8 топ-8 игроков, которые сойдутся уже в оффлайн-турнире, который будет происходить в Кишиневе. То есть это будет собирать всех игроков, то есть будет уже организовано мероприятие, при котором соберутся игроки для уже определения лучшего игрока. Кстати, вот вы сказали топ-8 останется, а сколько сейчас? Вообще 14 игроков будет представлено на турнире. Причем, что самое интересное, будут не только представители, скажем так, Молдовы, Приднестровья, но также и предполагается, вернее, уже даже заявлены, 4 участника, скажем так, легионеры. То есть, да, вот некоторые клубы, они, ну, видимо, подписали какие-то договоренности с представителями, будут представители из России, из Белоруссии, из Украины и из Узбекистана. Причем по результатам, вот так вот предварительно, вот так вот просмотрев всех участников, Узбекистан, на мой взгляд, наверное, будет самый довольно-таки серьезный игрок, потому что он показывает довольно-таки серьезный результат у себя в регионе, именно вот в азиатской вот этой части, и я думаю, что он будет фаворитом. А каждый игрок, то есть, выбирает, вы сказали просто клубы подписали легионеров, то есть клубы молдавские специально, да, правильно, футбольный клуб подписал для киберфутбола, либо как? Ну, дело в том, что на сегодняшний день киберфутбол, он приобрел довольно-таки серьезные, набирает довольно-таки серьезные обороты, и, по-моему, с прошлого года или с позапрошлого, скажем так, уже вошло в модную тенденцию, даже не модную тенденцию, а на сегодняшний день многие в мире, в Европе, футбольные клубы, они подписывают полноценные контракты с киберфутболистами, которые представляют те или иные клубы на различных международных соревнованиях. Дело в том, что это может... Вот есть, допустим, турниры, когда человек представляет, допустим, конкретно какое-то киберфутбольное, допустим, сообщество, да, какой-то киберфутбольный клуб, а также проводятся турниры, при которых конкретно, допустим, своего рода, допустим, Лига чемпионов, или, допустим, как вот сейчас вот в России проходил кубок РФПЛ, то есть там были представители от каждого клуба, официальный представитель был заявлен на этот турнир, и как бы игрок представлял уже, скажем так, не самого себя, да, как киберспортсмена, а уже непосредственно, то есть как бы реальный футбольный клуб. В то время, когда я стал увлекаться непосредственно футболом, то есть вот с 2015 года, то есть не так давно, вот, я вот поиграл онлайн тоже вот в интернете, мне просто стало интересно узнать вообще в регионе, кто играет, да, узнать игроков. Да, и на сегодняшний день даже вот среди моих знакомых есть те, кто играют, но те, кто вот в интернете, в общем-то, то есть как бы они практически не играют, либо не хотят, хотя играют довольно-таки неплохо на самом деле, да, либо не могут, вот, то есть как бы вот такие, два таких вот момента. Ну, а новичку можно как-то попасть в чемпионат или сначала потренироваться? Ну, дело в том, что вот касательно киберфутбольного клуба «Террасполь», вот у нас проводятся периодически различные вот, ну, локальные турнирчики, то есть как бы вот, допустим, в соцсетях, там можно узнать по новостям, что планируется проводить те или иные турниры, вот, и, скажем так, уже проявив себя на тех или иных турнирах, то есть как бы можно в дальнейшем как-то связываться непосредственно с киберфутбольным клубом «Террасполь» о том, что вот я бы хотел бы принять участие. Ну, вот смотрите, у нас очень много маленьких локальных турнирщиков, то те проводят, то те проводят. Если есть уже федерация киберфутбола при Дистрове, то почему бы не сделать один, но вот прям масштабный турнир с групповыми этапами, с более-менее там серьезными взносами и, естественно, с более серьезным гран-при. И чтобы действительно в это вовлечь, как-то, ну, подойти к этому интересно, можно так сказать. Ну, наверное, все-таки это потому, что на сегодняшний день это больше, скажем так, энтузиазм отдельно взятых людей, а не чтобы конкретно кто-то, да, вот взял свои руки и занимался как бы непосредственно вот этим вот проектом. Вот, потому что по большому счету, как бы на сегодняшний день, да, наш киберфутбол, то есть это увлечение в свободное от основного работы время. Да, вот. Ну, надеюсь, что все-таки какой-то комьюнити у киберфутбола более масштабное. Плюс не стоит забывать, что вот в мае, по-моему, в мае проводился, или, да, в мае, проводился же вот турнир по киберфутболу вот среди представителей вооруженных сил Пренестровья. Даже так? А, да. Да, да. Слышали, слышали. Да, да. Ну, здесь все более чаще и чаще будут проводиться такие турниры. Вам большое спасибо, что вы к нам заглянули. Вам удачи на турнире. Спасибо. И пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Если вам все-таки интересен киберфутбол, то, ну, как бы, может быть, не стоит чего-то бояться, да, а может быть, все-таки стоит принимать участие или как-то выходить на связи в тех же соцсетях и организовать местные турниры, и, может быть, уже вот это даст какой-то толчок для развития уже киберфутбола в Пренестровье. Вот. Ну, а в целом, всем, конечно, хочется пожелать удачи и всех благ. Спасибо вам большое. Мы тоже, в свою очередь, хотим пожелать вам всего самого хорошего и дарим подарок от нас и от наших партнеров в компании «Тиандэпульс» и «До здоровье». Спасибо. И хорошего дня. Спасибо. Знаменитая история деревни Простоквашино и ее главных героев получит продолжение в 2018 году. «Союзмультфильм» планирует выпуск 30 новых серий мультиков. В них будут отражаться современные реалии. Об этом рассказал журналистом писатель Эдуард Успенский, который является одним из авторов оригинального мультика. Впервые дядя Федор, пес и кот появились на экранах в 1978 году. Трое из Простоквашино сразу завоевали любовь у советского зрителя и получили продолжение в мультфильмах «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Шарик хоть и не был породистой собакой, но его популярности это не помешало. Ну, а в следующем сюжете Анна Овсяникова расскажет о такой породе, как английский бульдог. Современный английский бульдог – прямой потомок собак, которых использовали для усмирения быков и в собачьих боях. Однако, когда бои стали запрещены законом, популяция этой собаки резко снизилась. С годами оставшиеся английские бульдоги приобрели гротескное телосложение и стали собаками-компаньонами. «На что надо обращать внимание при покупке собаки? Английского бульдога. Должна быть широко расставлена грудь, крупная голова, крупный щенок, должны быть толстые лапы. Челюсть у них будет меняться еще, она будет выдвигаться, удлиняться, расширяться. Собака до… кобель будет расти где-то до двух лет, формироваться». Стандарт породы – собаки храбрые, мужественные и решительные. Но, несмотря на свой брутальный внешний вид, английские бульдоги очень добрые и даже ленивые. «Упрямый, дружелюбный, любит хозяев своих, детей, других животных тоже. Бульдог любит тоже полежать, меньше двигаться. За счет того, что они меньше двигаются, они набирают вес, надо тоже контролировать вес им. Если молодежь будет, значит собака будет подстраиваться под более активную жизнь». Кстати, климат нашего региона хорошо подходит английским бульдогам. Разве что жару они плохо переносят. А вот весну, осень и зиму обожают. «С ними меньше надо прогуливаться на солнце. Можно покрывать бульдога на спину влажное полотенце. Зимой очень хорошо переносит снег, небольшие сильные морозы. Любит нырять в снег». Тем не менее, английские бульдоги обладают не самым крепким здоровьем. Как и у французских, у них может проявляться аллергия на еду. «Когда собаку кормят натуральной едой, витамины обязательно. Даже если кормят кормом, тоже надо давать витамины. Но если берут дорогие корма, то витамины можно не давать. Обязательно давать щенку кальций, потому что эти собаки очень тяжелые. Быстро набирают вес, быстро растут. Им надо, чтобы костяк был очень крепкий. «Они обычно сердечники. Им тяжело дышать, особенно в жару. Поэтому иногда бывают проблемы по дыхательной системе, по сердцу». Но не пугайтесь, английский бульдог – выносливая собака. А заболеваний избежать очень просто. Главное – правильное питание и активные прогулки. Кстати, как говорят заводчики, этих лентяев желательно почаще выгуливать. Тогда питомец будет радовать вас хорошим настроением и крепким здоровьем. Врач из Петербурга попала в список победителей международного конкурса фотографий iPhone Awards благодаря своей фотокарточке, на которой изображена одна из ее дочек. Она заняла второе место в номинации «Дети». Позже фотограф написал в своем инстаграме, что она очень рада этой победе, так как никогда ничего не выигрывала. На своей страничке Варвара Вислинка выкладывает фотографии своих детей и других членов семьи. Ежегодная премия этого конкурса для фотографов, делающих снимки на iPhone, проводится с 2007 года. В 2014 году в число победителей вошла представительница России Елена Гримайло, признанная лучшей в категории пейзаж. Какая радость ожидает ваш знак зодиака? Сегодня вы, возможно, узнаете из нашего гороскопа. Овин. Это хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то, если, конечно, такая необходимость есть. То, о чем вы не решались поговорить, вопросы, которые вы стеснялись задать, все это сегодня можно сделать без опаски. Сегодня у тельцов может появиться возможность кое-что изменить в своей жизни. Эти перемены не будут спонтанными, но будут носить глубинный характер, отразятся на всем вашем будущем. Близнецы. День благоприятен для путешествия, активного отдыха на природе, общения с друзьями. Рак. Вам сегодня не мешает принимать решения чуточку быстрее. День предоставит вам немало счастливых шансов, как в делах, так и в любви. Лев. Сегодня ваши дела принесут вам удовольствие, так как будут продвигаться очень успешно, к тому же могут принести свои плоды и новые знакомства. Дева. Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Вам необходим отдых и смена обстановки. Весы. Благоприятный день для решения накопившихся дел. Не исключено, что в вопросах, требующих немедленного разрешения, вам придется проявить инициативу и настойчивость. Гороскоп предсказывает скорпионам легкий и радостный день. Ваше настроение отразится на всем, за что вы возьметесь. Стрелец. Сохраняйте присущий вам прагматизм и осторожность. Сегодня и завтра не торопитесь начинать новые дела, но сразу устраняйте проблемы, неполадки, чините то, что сломалось. Козирог. В этот день вам не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное будет настроение ими заниматься. Сегодня у вас есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Водолей. Этот день – начало вашего творческого подъема. Любое дело будет даваться легко и принесет хороший результат. Ваши достоинства и качества отметят и оценят окружающие. Рыбы. Будьте готовы к любым неожиданностям. Возможны материальные потери, ссоры с близкими людьми. Сегодня лучше не отправляться в дорогу. Открываем свои браузеры, заходим в ВКонтакт, ищем нашу группу «Утренний эфир», вступаем и смотрим наши сюжеты. Также мы есть в «Одноклассниках» и «Фейсбуке». В «Инстаграме» ищите нас по адресу «Утро-пмр», смотрим фоточки и лайкаем. Далее можно отправиться на наш главный сайт tv.pgtrk.ru и найти там просто все. Все наши проекты, ролики, сюжеты, передачи, в общем, то, что касается нашего телеканала. Так что не проходите мимо. Ну а продолжит наш эфир очередная идея на миллион от Василия Моисеенко. Сегодня он расскажет о песочнице для взрослых. Детство. Я. Пора волшебное, чтобы вновь ощутить те самые беззаботные времена. Наполненные волшебными чувствами стоит только заплатить. А ты не обманешь? Ты же меня знаешь. Мужчины, сегодня скорее эта идея ближе к нам. Она принадлежит 45-летнему Эду Мамму, когда Эд строил собственный дом в Колорадо и на пару дней арендовал экскаватор. Неожиданно он получил от техники без удовольствия, узрел потенциал для нового бизнеса и в декабре 2007 года открыл первую песочницу для взрослых в своем родном городе Стимбат Спрингс. А вы там, значит, бывали? Нескончаемые очереди в песочницу наводили на мысль, что бизнес-модель надо усовершенствовать и открыть к 2011 году уже в Лас-Вегасе. Эгоист. Аттракцион Dike Viz укомплектован двумя бульдозерами и тремя экскаваторами. Такую песочницу пускают людей старше 14 лет. Водительские права не нужны. Копание клиента Dike Viz начинается с урока в классе. Инструкторы дают азы управления машинами и рассказывают о технике безопасности. Скажите, а это не больно? Занятия на площадке начинаются с инструктажа непосредственно в кабине экскаватора и в дальнейшем проходят под руководство тренеров. Игроки слышат их советы в наушниках. Самый дешевый сеанс стоит 210 долларов и рассчитан на полтора часа. Ну а самый дорогой 750. Два билета. Согласен, не дешевое развлечение, хотя любой каприз имеет свойство быть реализованным при банальном финансировании. Нет, можешь сходить, чтобы я работал бесплатно, дал вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат. На сегодня это все. Желаю всем яркого лета. Увидимся в следующем сезоне. Есть много способов утолить жажду в жаркий летний денек. Но самый действенный выпить кваса из-за того, что он содержит уксусную и молочную кислоту. Кроме того, он очень полезен, помогает пищеварению и повышает аппетит. Когда именно появился квас, точно неизвестно. Зато первое упоминание о напитке, который представлял собой нечто среднее между пивом и квасом, датируется еще шестью тысячами лет до нашей эры. На Руси квас появился чуть более тысячи лет назад, хотя восточные славяне владели знаниями о приготовлении кваса еще задолго до образования Киевской Руси. Квас был признан даже в царских и вельможных кругах, а профессия квасника была очень распространенной и, кстати, доходной. На улицах стояли бочки с квасом, и любой мог подойти и купить себе стаканчик этого напитка. В наши дни, особенно в летний период, тоже можно встретить квасников. А прямо сейчас у вас есть возможность узнать, как на самом деле делают всеми любимый напиток. Наша съемочная группа побывала на производстве рыбницкого кваса. Легкие пузырьки, хлебный аромат и незабываемый кисло-сладкий вкус детства. Желтые бочки с квасом давно стали символом наступившего лета. Ведь в жаркий летний день именно этот исконно русский напиток лучше всего утолит жажду. Только за одни сутки рыбничане выпивают от полутора до двух с половиной тонн кваса. Очень хороший квас, и всегда свеженький, и по сладости как раз очень хороший квас. И цена более-менее, так что чем брать воду, намного лучше. Хороший охлаждающий напиток, бодрящий. Почему он полезен? Утоляет жажду. И полезен тем, кто ведет здоровый образ жизни. В многих городах его пробовал. Самый настоящий. По вкусовым качествам. Оказывается, изготовление правильного живого кваса занимает 12 часов. На паровой бане закипает вода с сахаром, а уже в охлажденный состав засыпают остальные ингредиенты. Рецепт чудо-напитка немного осовременился, но по сути остался прежним. Главные составляющие – это дрожжи и сусло. Несколько веков назад готовили хлеб, с хлеба квас. Но сейчас так вот уже усовершенствовано. Есть пасное сусло, которое готовят с того же тоже. Ржаной солод, ячменный солод. Солод – это вещество из проросших хлебных злаков. В процессе брожения напиток и приобретает свои целебные свойства, насыщается витаминами и микроэлементами. Рыбницкий квас производится из натурального сырья и строго по ГОСТу. Поэтому прежде чем попасть к покупателям, он проходит проверку в лаборатории. После квас разливают в специальные бочки, которые пломбируют, чтобы до потребителя напиток дошел с исходными вкусовыми качествами. Мы закупили кеги емкостью 20-25 литров, что очень позволяет сохранять качество кваса и температуру. То есть в этих емкостях квас сохраняется температурой не выше 10-12 градусов, что и предусмотрено по ГОСТу. Поэтому всегда квас холодненький и сохраняется качество, он не продолжает брожение. Мы можем гордиться, что в нашей республике производят натуральные и качественные продукты. Поэтому, перефразировав слоган этого года, призываем «Пей, Приднестровская!». Детская серия «Бэби Бамба» от компании «Тианде». Только натуральные компоненты, никаких красителей и парабенов. Бережный уход и надежная защита для самых маленьких. Ждем вас по адресу город Тирасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. Акция «Зажигаясь» подходит к концу. На этой неделе мы подводим итоги всех конкурсов. Поэтому сегодня, в завершении нашей акции на тему здорового образа жизни, мы поговорим с главой государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска, Олегом Анатольевичем Довгополом. Доброе вам утро. Доброе утро. Приветствую вас в нашей студии. И сразу хотим спросить, а вот вы предпочитаете какой вид спорта? Уже предпочитаю игровые виды спорта. Но всю жизнь занимался боевыми искусствами, занимался конкретно боксом. У меня отец тренер по боксу. Как бы этому виду спорта было уделено, в принципе, все внимание, мое детство, юности. То есть сейчас даже боксом? Знаете как, есть такое замечательное выражение – детскими болезнями нужно болеть в детстве. Поэтому как бы вовремя нужно всегда остановиться. Профессиональным боксом я не занимался никогда, это был любительский бокс. Да, боксом я занимался практически до окончания института. После этого, конечно же, я прекратил занятия этим видом спорта и дальше продолжил нормальный здоровый образ жизни в рамках игровых видов спорта. А вот из игровых что? Футбол, волейбол? Футбол, волейбол, баскетбол. То есть, в принципе, все, что катится, мы катим. Вот у нас утренняя передача, и было бы логичным задать вам вопрос. Вы делаете зарядку по утрам? Логично, признаюсь честно, нет. Потому что физически не успеваю. Иногда, да, я стараюсь делать пробежки. Я очень люблю собаку, у меня дома две большие собаки, вот я с ними периодически пробежки эти осуществляю. Благо живем недалеко от Днестра, у нас прекрасная природа. Вот на это меня хватает. На систематические зарядки по утрам, к сожалению, не хватает. Мы слышали, что вот в некоторых странах, в государственных учреждениях существуют физические пятиминутки. То есть, все прервались, поприседали. У нас такое не практикуется. Ну, пока, к сожалению, не практикуется, но идея хорошая. То есть, как бы, мысль нужно развивать. Но для этого, как минимум, необходимо организовать какое-то помещение, так, для каких-то групповых занятий. Идея интересная, будем думать над этим. Как вы считаете, какое место спорт должен занимать в нашей республике и как его популяризировать вот среди молодежи? Ну, давайте все-таки обратимся к тому, что спорт в нашей республике во все времена занимал ведущие роль, да, ведущие направления всегда у нас было. У нас огромнейшее количество чемпионов мира. У нас есть чемпионы Европы, у нас есть чемпионы Олимпийских игр в различных видах спорта. Это и гребля, это и бокс, это и борьба, и игровые виды спорта. То есть, в каждой из серьезных команд, ну, во многих, скажем так, серьезных команд, есть наши и футболисты, и волейболисты, и другие направления спорта. Грибцы наши. Грибцы, это вообще отдельный разговор, конечно же, это действительно серьезнейшие ребята, которые постоянно находятся на подиумах, на вершинах подиума мировых, европейских, да, в принципе, по всему миру наши ребята гудят. Поэтому, на мой взгляд, Тирасполь, Приднестровье, в принципе, оно всегда славилось своими спортсменами. Что нужно для того, чтобы популяризировать? Нужно просто любить спорт. Нужно просто любить тех ребят, которыми ты занимаешься. Вот мой отец, он всю жизнь тренер. Он тренирует, ему уже 66 лет, он не прекращает тренировать ребят, он не прекращает сам себя поддерживать в очень хорошей форме. При всем при этом, первые 9 лет он тренировал вообще без копейки оплаты. Когда мы приехали в 79-м году в город Тирасполь, он тренировал без каких-либо оплат. Потом, когда уже пошли результаты, его пригласили в школу боебоебоксу. Это, ну, такой собирательный образ тренера, вот, то же самое Вячеслав Григорьевич Соколенко. Да много тренировок, о которых можно говорить, говорить и говорить. К сожалению, многие уже покойные, но при всем при этом, это люди, которые искренне от души любят спорт, любят детей, развивают спорт, развивают детей наших, развивают будущее нашего государства. Поэтому популяризация, на мой взгляд, зависит в первую очередь от людей. Если будут лидеры, которые обладают этим неимоверным энтузиазмом, то, соответственно, спорт будет развиваться. Ну, и немаловажная роль все-таки в наше время играет все-таки и финансирование спортивных секций, мероприятий, организации этих спортивных мероприятий. Поэтому при достаточном финансировании тех мероприятий, которые могли бы популяризировать спорт, я думаю, что спорт нашей республики будет оставаться на тех же высотах, на которых он есть на сегодняшний день. Сегодня мы можем гордиться своим спортом, мы можем гордиться тем, что Приднестровье всегда было на вершинах спорта. Но, опять же, конечно же, при нынешней поддержке, вот как сейчас и президент, и органы власти, все и руководители органов власти поддерживают данное мероприятие, то, конечно же, на мой взгляд, Приднестровье всегда будет выходить на мировые спортивные подиумы под флагом нашего государства. Насколько важно с детства прививать обязательные занятия физической культурой? Ну, вопрос лежит на поверхности. Можно просто ответить одним словом. Важно. То есть ребенок, который не занимался никогда спортом, особенно мальчишка, это, на мой взгляд, человек, который просто-напросто, у которого украли часть, огромнейшую часть его жизни. Что такое спорт? Это же не только физическая культура. Это не только там развитие мышц, координации, движения. Это, в первую очередь, дружба. Это дружба. Даже в тех видах спорта, вот возьмем конкретно бокс, да, вроде он один-один на ринге со своим противником, но для того, чтобы выйти на этот ринг, он занимается в команде. Это дружба, это сплочение, это взаимовыручка, это стержень, это характер. Именно, обратите внимание, многие спортсмены, как правило, чего-то в жизни добиваются. Почему? Потому что они научились трудиться, они научились добиваться поставленных целей, они научились терпеть боль, они научились жить так, как заставляют на сегодняшний день сегодняшние реалии. И не всегда идти по течению позволяет выйти к морю. Иногда можно упереться в какой-то крутой берег и на нем прожить всю жизнь. Вот поэтому спортсмены это те, которые, как правило, идут и против течения, и даже если по течению, то через преграды, и выходят именно к тем просторам, которые они себе поставили в виде цели. Вот на мой взгляд, если родитель хочет, чтобы его ребенок чего-то в жизни добился, он обязательно должен сделать все, чтобы ребенок занимался спортом. Неважно, каким это видно спорт. Вот говорят, что есть виды спорта силовые, игровые, есть интеллектуальные. Но в любом случае это спорт. А что такое спорт? Это поставленные цели и метод их достижения. Более того, вот на мой взгляд, ни в коем случае ребенка нельзя ограничивать только тем, как видит его родитель. Вот родитель считает, что он должен заниматься футболом, и даже если он не хочет, его всю жизнь заставляют заниматься футболом, либо там боксом, шашками и так далее. Ребенок сам должен выбрать, что ему интересно. Но и опять же, рекомендации тренеров. Тренера – это те люди, которые, в принципе, изначально могут увидеть, есть задатки у ребенка на занятия тем или иным видом спорта, либо их нет как таковых. Я вам приведу пример. Когда-то у моего отца занимался, сейчас он тоже заслуженный тренер, Деркаченко Иван. Все вы его знаете. Когда-то это был мальчик с очень плохими физическими данными. Он был невысокого роста, он был довольно полный. То есть многие тренера от него отказывались. И вот в то время еще отец рассмотрел в нем перспективного спортсмена. Но это был упорный, это был трудолюбивый мальчишка. Это был мальчишка, который понимал, что у него другого выхода, вроде как побороть себя нет. Ну вот прекрасно вырос, нормальный спортсмен, вырос мастер спорта. Вот сейчас он тоже продолжает, ну скажем так, продолжает стезю развития спорта в нашем Приднестровской Молдавской Республике. Да, он выбрал немножко другое направление, это тайский бокс, но тем не менее, это тоже спорт, это тоже дети. Он вкладывает в эту душу, поэтому это вот один из тех примеров, когда невозможное становится возможным. Ну действительно, пока есть такие люди, можно быть спокойными за наше поколение, подрастающие. За нашу республику. Вам большое спасибо, что вы к нам заглянули сегодня с утра в студию. И пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, любите спорт, любите жизнь, развивайтесь и будьте здоровы. Мы вам желаем хорошего дня, успехов, удачи, всего самого наилучшего и дарим подарок от нас и от наших партнеров. Компания Тиандэ, пользуйтесь на здоровье и приходите к нам еще. Спасибо, всего доброго. Мы за здоровый образ жизни. И хоть акция «Зажигаясь» подошла к концу, мы призываем, не переставайте активно заниматься спортом, фотографироваться и выкладывать снимки в соцсети. Возможно, именно вы станете вдохновителем многих людей. А также мы приглашаем вас и на открытие спортивной площадки в парке «Победа», уникальной в своем роде в Приднестровье. Подробности в сюжете Арсения Дикусара. Еще немного и в столице начнет свою работу уникальная для Приднестровья спортивная площадка. Расположить ее решили практически в сердце Тирасполя – парке культуры и отдыха «Победа». Инициатор ее установки – профессиональный спортсмен Анатолий Ковальский. Часто бывая на соревнованиях и сборах за границей, он увидел, что там тренажеры установлены прямо на улицах. Решили не отставать. Сначала просто думали сделать турники, как всегда, перекладины, брусья, но потом подумали все же уличные тренажеры. И так, ну, каждый тренажер в среднем стоит 450 евро. И сначала это было очень тяжело. Но потом появились единомышленники, которые бывшие спортсмены, ветераны, которые звонили, говорят, можно мы поучаствуем. И вот так собрали вот эту площадку по крупицам. Спортивный комитет помог организовать доставку и утрамбовку гравия. Часть тренажеров закупили в Молдове и Украине. Что-то было изготовлено в Приднестровье. Но установить все снаряды предстояло своими руками, поэтому стали приглашать энтузиастов. Я просто придерживаюсь такой фразы, ты не спрашивай, что тебе дала страна, что ты для нее сделал. И просто потянулись, это же студенты, это же люди, которые ведут здоровый образ жизни. Просто брали лопаты, говорят, тут мы хотим свой вклад сделать. Это просто приятно. Среди тех, кто трудился над установкой площадки, не только спортсмены или студенты. Тут можно было встретить даже профессора юридического факультета. Поддержали эту идею. Вот уже на протяжении двух недель, трех, мы здесь как бы после занятий приходим и помогаем строить эту площадку. Мы столько души, столько энергии вложили в эту площадку, поэтому мы хотим приходить здесь заниматься. Когда мне предложили присоединиться к движению, я с радостью согласился, потому что я считаю, что данный спортивный комплекс станет таким неким центром притяжения для энергичных людей разных возрастов, разных профессий, которые интересуются спортом. И очень надеюсь, что они будут принимать активное участие в мероприятиях, которые в будущем будут проводиться вот на данной площадке. Ожидается, что для тех, кто далек от спорта, раз в неделю здесь будут давать мастер-классы преподавателя факультета физической культуры и спорта. Все для того, чтобы никто не получил травмы во время тренировок. В будущем планируется установить такие площадки во всех районах Приднестровья. Мы уже рассказывали вам про самое дорогое мороженое и про самые интересные его начинки. Но мы предполагаем, что вы ни разу не слышали о самом большом мороженом в мире. Самый крупный рожок с мороженым представил кондитер из Норвегии. Трехметровый десерт прибыл на набережную небольшого городка на вертолете, где шедевр уже ждали представители Книги рекордов Гиннеса. На создание шедевра ушло 40 литров варенья, 60 литров шоколада и почти 1100 литров ванильного мороженого. Вес лакомства составил порядка 75 килограммов. Один минус пока эти 75 килограммов. Съешь, мороженое может растаять, а это нехорошо. А ты знаешь, что есть еще не тающее мороженое? Это как? Об этом чудо-лакомстве прямо сейчас расскажет Александр Зиненко. Что интересно, в 19 веке мороженое было дорогим удовольствием. Этому свидетельствует письмо Антона Павловича Чехова, в котором он жаловался другу, что из-за мороженого проел в Одессе половину своего состояния. Привет, меня зовут Александр Зиненко и сейчас я расскажу о самом необычном мороженом. По предположениям историков, холодное лакомство появилось около 5000 лет назад. Первые его версии имели вид замороженного сока и подавались к столу китайских императоров. Гиппократ предлагал мороженым спасаться от жара, а Александр Македонский после военных походов устраивал для себя морозный пир. В наши дни известно огромное количество самых невообразимых рецептов, в состав которых входят даже несочетающиеся компоненты. Однако самым дорогим рожком в наши дни считается золотое мороженое, которое продается в США по цене 1000 долларов порция. В его состав входят редкие ягоды, темная карамель и слой съедобного золота. В 2015 году появилось мороженое, которое не тает на солнце. Его автором стал шеф-повар Хестон Блюментал. Хестон известен своей любовью экспериментировать с едой. В своем необычном заведении «Жирная утка» он удивляет посетителей мороженым из бекона, печеньем из кофе и чеснока, кашей из улиток и черной икрой с белым шоколадом. Когда представители парка развлечений, в котором он работает, сделали ему необычный заказ, он тут же вернулся на свою экспериментальную кухню и придумал рожок, который в течение долгого времени не тает. Рецепт своего лакомства Блюментал держит в секрете. Все же, кто успел попробовать нетающее лакомство, отмечают, что оно по вкусу ничем не уступает обычному сливочному. Наша жизнь полна удивительных историй, которые полезно знать, так как они могут вдохновить нас на новые свершения. 38-летний Джеймс Тейлор катался на серфе вместе со своей женой Кристиной в ЮАР, когда увидел гигантского кальмара, который, по его словам, был ранен. Мужчина решил бросить моллюску в веревку, чтобы помочь ему, но тот выбрал более удобный способ передвижения и прицепился к доске спасителя. Видео с кальмаром Джеймс выложил в инстаграм, пояснив, что его пытались вытащить на берег. В итоге попытка помочь кальмару увенчалась успехом. Надеемся, погода будет благоволить и все мы отправимся на море тоже кататься на серфе. Метеогид подскажет, до какой температуры воздух прогреется сегодня. Сегодня ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный, 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха по северу республики ночью 17-19 выше нуля. Днем плюс 31, плюс 33. По югу ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 с положительным знаком. Ну что ж, настало время прощаться, но перед этим напомним слово дня. Сегодня это кэррелизм, инстинктивное явление, при котором человек переспрашивает вопрос, несмотря на то, что он его услышал. Надеемся, с вами кэррелизмов не случается. Мы желаем вам всего самого хорошего, удачи, отличного лета и настроения. Для вас работали Денис Кириллов и Екатерина Орлова. Нам было с вами хорошо и, признаться, мы будем скучать. Берегите себя и смотрите Утриний эфир. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова